Вот для оптимизации сотрудничества, для ускорения этого сотрудничества, в том числе обмена товарами и услугами и быстротой принятия решений, как раз и создавались такие организации, как вы уже упомянули, Таможенный союз, Единое экономическое пространство. Вот у Республики Абхазия и у Республики Беларусь, насколько можно ожидать, что отношения дойдут до того, что как раз будут приняты документы, которые также будут призваны ускорить и упростить эти процедуры? — Благодарю вас за интересный вопрос. Действительно, это важное направление. Конечно, это зависит от динамики наших отношений, от динамики диалога и от активности наших торгово-экономических связей. На мой взгляд, интеграционные объединения работают очень эффективно, и та колоссальная трансформация, которая в мире происходит, безусловно, приведет, на наш взгляд, к формированию нового эффекта, нового качества этих интеграционных объединений. Мы видим, что Российская Федерация реализует интеграционные объединения, основываясь на принципе суверенного равенства государств, в отличие от тех же Соединенных Штатов Америки, которые навязывают свою диктаторскую волю, так называемым своим партнером. Поэтому, на наш взгляд, интеграционные объединения — это, опять же, синергетический эффект в экономике, и мы будем стремиться к тому, чтобы участвовать в этом. На наш взгляд, это правильные отношения между суверенными государствами, и главная наша задача — это укрепление нашего суверенитета, и мы видим в интеграционных объединениях потенциал для того, чтобы мы укрепляли наш государственный суверенитет, который является результатом многовековой борьбы нашего народа за свободу, и это воплощение исторической справедливости для нашего народа. И Российская Федерация нам помогает в укреплении нашего суверенитета, это очень важно.